Крайние меры Китая готов к распродаже газдолга США Крайние меры Китая готов к распродаже газдолга США 8 часов, 12 августа 2019 года AP Photo, Susan Walsh США Дональд Трамп и председатель КНРС Дзиньпин в ходе встречи на саммите G20 В Асаке, 29 июня 2019 года AP Photo, Susan Walsh Москва, 12 августа РИА Новости, Наталья Дембинская Народный банк Китая снизил курс юаня до минимума за 11 лет, чтобы смягчить удар от новых пошлин, введенных Трампом Аналитики уверены, у крупнейшего иностранного кредитора американского правительства скоро лопнет терпение и в ход пройдет тяжелая артиллерия Китайцы начнут распродавать государственный долг США Готов ли Пекин на крайние меры в торговой войне в материале РИА Новости Рекордное ослабление На новые 10-процентные пошлины Пекин ответил валютным ударом, опустив 6 августа курс национальной валюты до 7 юаней за доллар Это существенно ослабит эффект заградительных мер и позволит китайским товарам удержаться на американском рынке В Минфине США уже заявили, дешевеющий юань и резкая эскалация торговой войны КНР специально ослабляет национальную валюту, чтобы получить преимущество в международной торговле Трамп обвинил Пекин в валютных манипуляциях Юань тем временем продолжил дешеветь 6 августа, 08.00 РИА Новости Трамп в ярости, Китай обвалил юань в ответ на тарифы Впрочем, самим китайцам это тоже не сулит ничего хорошего Только резкий спад покупательской способности и замедление внутреннего спроса В Пекине признали, юань пострадал в торговой войне, но обвинения в валютных манипуляциях отвергли Китайский ЦБ подчеркнул, что прибегать к девальвации национальной валюты не намерен Между тем, как прогнозирует французский банк Курс упадет до 7,7 юаня за доллар По оценкам аналитиков банка, это произойдет, если Трамп реализует угрозу и поднимет пошлины с 10 до 25% Козырь в рукаве Пока наблюдатели гадают, насколько далеко все это зайдет, возникают и другие опасения Крупнейший иностранный кредитор американской экономики, Китай способен пустить в ход главное оружие распродажу американских газоблигаций 2 августа, 08.00 и новости бомба вот-вот взорвется Глобальный долг достиг 246 триллионов долларов Этот сценарий обычно рассматривали как нереалистичный, пишет Bloomberg Хотя бы потому, что с бумагами на 1,11 триллиона долларов найти альтернативы для инвестирования задача не из легких Однако столь резкое ослабление китайской валюты явно указывает на то, что такой вариант не исключается Китай располагает широким арсеналом средств Кроме того, Пекин действует на более долгосрочную перспективу, чем президент США Дональд Трамп Считает профессор Ельского университета и экс-председатель Совета директоров Моганстан и Азия Стивен Роуч По его словам, применив в качестве оружия собственную валюту, китайцы вполне могут рассмотреть и другие опции В частности, сократить вложения в казначейские бумаги И это уже происходит С пиковых значений в 1,3 триллиона долларов в 2013 году инвестиции в американский газдолг уменьшились на 200 миллиардов До двухлетнего минимума 1,11 триллиона долларов 17 мая, 08.00 РИА Новости Зачем Китай готовится к распродаже газдолга США и к чему это приведет? Если Китай вдруг предпримет масштабную распродажу, последствия будут катастрофическими Массовый сброс трежериса обвалит их стоимость, что вызовет панику на рынке облигаций и падение курса доллара Но есть и обратная сторона Ослабление американской валюты сделает китайский экспорт дороже Кроме того, сброс казначейских обязательств США серьезно ограничит возможности Пекина управлять юанем Если торговая война окончательно выйдет из-под контроля Идти до конца Таким образом, масштабная распродажа Пекином казначейских облигаций США Все же маловероятно резкое обесценивание этих бумаг нанесет больше вреда, чем пользы Другое дело, что Китай может предпринять стратегические продажи, которые позволят С одной стороны, максимизировать прибыль, а с другой произведут достаточно сильное впечатление на финансовые рынки 9 августа, 07.23 новости Курс юаня продолжил падение Так, в 2016-м китайцы избавились от облигаций на 188 миллиардов долларов Почти на 15%, после того, как юан упал на 7% на фоне оттока капитала Впоследствии часть газдолга выкупили обратно, но в прошлом году распродажа возобновилась Всего же за пять лет Пекин сократил портфель американских газоблигаций на 13,8% По оценкам наблюдателей, Китай вполне мог бы продать казначейских бумаг на сумму до 700 миллиардов долларов И если к сбросу небольших объемов трежери с рынки уже привыкли, резкое увеличение продаж обернется рыночной паникой Большие объемы продажи долга США вызовут у профессиональных трейдеров подозрение, что на рынке появился крупный продавец, которым вполне может быть Китай Полагает Джаспер Ло, главный инвестиционный стратег Это быстро перерастет в беспокойство относительно стоимости казначейских ценных бумаг и активов в долларах США Вызвав потрясение на мировом финансовом рынке Трамп тем временем призывает Китай не применять ответных мер Но в МИД КНР заявили, в торговой войне Китай готов идти до конца, хотя некоторые недооценивают возможности нашей защиты